В сегодняшних реалиях рэп-игры намного проще двигаться командой. Это поняли почти все артисты, в результате чего в нашей индустрии мы знаем очень много объединений, появившихся довольно стихийно. Однако бывает так, что один участник, получивший больше всех популярности, разрушает своими поступками целую тусовку. И сегодня мы хотели бы вам рассказать про подобные ситуации. С вами канал Обивай Би Пи М, лайк, подписка, колокольчик и все ссылки на мои социальные сети будут в описании под этим видео. Мы начинаем, поехали! Начнем с Джизуса и его тусовки Коннект. Коннект это творческое объединение из Хирова, основателем которого является Угадай Кто. Основана она была 1 августа 2015 года. Ребята из этой тусовки получили первую популярность, когда вышел клип и трек Джизуса Ван Гог. Тогда на волне хайпа поднялся и Угадай Кто. 18 октября Угадай Кто сообщил в инстаграм истории и вконтакте, что Джизус покидает состав объединения. 27 апреля на портале The Flow вышло большое интервью, в котором Угадай Кто дал пару комментариев по поводу создания и первоначального развития объединения. Вот так Угадай Кто описывает свое объединение. Начнем с Джизуса. Сильная личность, он быстро развивается как в духовном плане, так и в музыкальном. Не лентяй. Игла занимается музыкой около 10 лет. Начинал с правого рэпа. У него был ник Сугроб. Я уважаю его взгляды, он не боится высказываться о политике. Когда это происходит в треках, интересно это подает. У него есть трек «Автомат» про Октябрьский пущ 1993 года. Он хотел показать прошлое, настоящее и, скорее всего, будущее нашей страны. Послушай и поймешь, почему я его считаю одним из главных поэтов сейчас. Крис Дайм. Нравится его подход к музыке, качество звучания. Его музыка – это западный уровень. Фрешман 2020. Джезби. Харизматичный, с красивым голосом, все простенько и со вкусом. Хочет делать поп-музыку и идти в массы. Это не просто музыкант, это ходячая звезда. Диджей Красс. Это наш диджей. Ждет большое будущее в том, чем он занимается. Является неотъемлемой частью моих выступлений. Артем Капитов. Наш манагер и моя правая рука. Сначала я выбираю стратегию, по которой мы будем двигаться. Потом Артем доводит дело до финала. Очень ответственный и трудолюбивый человек. Живет в Нижнем Новгороде. Шуля. Графический дизайнер. Годами вырабатывал свой стиль. И отчасти его работы мрачные. Да и сам по себе он закрытый человек. Из Кирова переехал в Питер. После ухода Джизуса об объединении было мало что слышно. Но недавно Влад порадовал фанатов этой тусовки. В ноябре 2019 года в сторис Кировского объединения появилась фотография участников. Среди них можно увидеть и рэпера. Или прочитать ник собака Джизус на фото. Подпись гласит «Воссоединение». Часто Джизусы сравнивают с фараоном. В каком-то плане они действительно похожи. Да-да, мы говорим про ситуацию вокруг объединения Дэд Дэйности. В конце 2018 года стало известно, что команду фараона Дэд Дэ покинули почти все его участники. С учетом того, что до этого момента из объединения ушли Джимбо, Вайт Панк, Эси, Дроп Кинг и другие. Сначала об этом сообщил сторис Висну, клипмейкер и режиссер многих ярких клипов фараона. Также свой уход подтвердил Отис, давний друг фараона, который был участником еще первой группы Глеба, Гринхаус. По его словам, он перестал верить Глебу, а сама династия сейчас это лишь сам фараон. А следом за ним из состава вышли битмейкеры Frozen Gang Beats, продюсер Mip и рэпер Салуки. Портал Studio 21 выпустили интервью с рэпером Бульвар Депо, в котором он рассказал о причинах распада лейбла. Когда я увидел новость о том, что все ребята начали покидать объединение Дэд Дэ, я станцевал танец. Наконец-то, чуваки просто реально из этого выросли. И те цели, которые они в итоге перед собой ставят сейчас, гораздо дальше, чем быть просто обслуживающим персоналом Глеба Фараоновича. Я думаю, это стало так, как только Дэд Дэйнасти переименовали в Фараон Дэд Дэйнасти. Справедливо, по-моему. Напомним также, что в свое время из объединения выходил и 39-й, который затем вернулся обратно. То же самое произошло и с Вишну. Единственный, кто остался верен Глебу до конца, это много знал, ведь он никогда не покидал друга и всегда оставался в команде. Также неприятная ситуация произошла с исполнителем Нуа. Певец Нуа, бывший участник Дэд Дэйнасти, покинувший объединение, сообщил, что с ютуб-канала Дэд Дэ пропали все его клипы. Очень удивился, обнаружив, что на канале Дэд Дэ пропали все мои клипы, без предупреждения и конструктивного диалога. Могу лишь провести параллель с заурядной бытовой ситуацией. Когда расстаешься со своей Буни на самой приятной ноте, оставляешь у нее ноутбук, а она со злостью удаляет на нем все важные файлы. Потому что зая мудак. Это просто смешно, ничуть не расстроился, перезалил все на новый канал и заодно внес небольшие правки. Написал Нуа в своем телеграм-канале. Также из объединения ушел и Лил Морти, который недавно выпустил свой релиз Лил Морти 2. Он написал коротко. Я ливнул с Дэд Дэ. Лил Морти человек, который сопровождал фараона в его туре Лендали Стар и соавтор песни Школа. У них также есть совместный клип-глушитель. Иронично, что в свое время Морти выпустил альбом про Тэжа, где практически все треки были один в один с треками Фары. Причины подобного поведения ребят из династии трудно угадать. Скорее, правда, как всегда, в том, что каждый человек стал чувствовать себя отдельным исполнителем, который меркнет на фоне суперзвезды фараона. Ребятам хотелось идти дальше, но их тормозило наличие огромной пропасти между ними и лидером объединения. Справедливо ли это? Спорно. Ведь, например, Многознал не ушел из ДД и смог набрать ту популярность, какой сегодня не имеют многие, кто покинул команду. Альбом Грук Ветров Максима собирает сегодня рекордные для него прослушивания, и на это никак не влияет наличие фараона. Даже наоборот. Фара всячески помогает другу в продвижении. Конечно, нельзя отрицать и того факта, что некоторые просто увидели себя в другой команде. Например, Джимбо, который ушел в БМ, и которую он, кстати, недавно покинул. Если говорить про звезд, которые вышли на сцену недавно, то мы не можем не упомянуть Рокета и его тусовку Баунд. Московское объединение Баунд – это один из ярких примеров того, как благодаря качественному материалу и правильному менеджменту можно добиться успеху и постепенно идти к своей цели. Рокет и Офми – большие звезды отечественной индустрии. Если Рокет более сдержанный и серьезный, то Офми – абсолютный безумец. Русский Янг Таг со странными интонациями и абсурдными строчками. Вместе они записали проект Кэшемир 2, экспериментальный, ядовитый трэп о том, что беспокоит молодых парней. Желание заработать на дорогой автомобиль, насмешки над правоохранительными органами, одоление и безразличие к происходящему вокруг. Примечателен трек Олдовый – это словно доказательство ненавистникам, что Рокет и Офми в состоянии зачитать на любой бит, в том числе, который сделан в стиле традиционного хип-хопа 90-х. 2019 год запомнился еще одним громким скандалом. Бывший участник московского объединения Баунд Офми выпустил на своих прежних коллег по тусовке Дис. В треке Офми проходится по образам своих бывших коллег, указывая на то, что почти все из клипов и музыки арендовано и по-настоящему не принадлежит рэперам. Дис быстро вызвал ответную реакцию Рокета, который захотел разобраться с бывшим коллегой в оффлайн-режиме, однако их встреча так и не состоялась. Ребята окончательно поссорились, и сегодня мы все реже и реже слышим слово Баунд. Оно теряется в тени карьер исполнителей, которые оттуда вышли. В первую очередь, конечно, в тени Рокета, который недавно выпустил новый микстейп, залетевший в чарты iTunes. Если разрушается даже целая империя, чего уж говорить об объединении начинающих артистов. Под империей мы, конечно, имеем в виду империю Оксимирона, Booking Machine. Год назад Оксимирон объявил об уходе с поста исполнительного директора лейбла Booking Machine. Он также не будет сотрудничать с БМ как артист. Об этом исполнитель сказал со сцены Booking Machine Festival. А уже в марте этого года стало известно о реструктуризации Booking Machine. Его покинули Маркул, Томас Мраз, Джимбо и Твету, которых примерно в одно время истекли контракты с БМ. Все стали артистами объединения в 2017 году. Об этом сообщил Ильяма Май через паблик Booking Machine ВКонтакте. Вот так выглядел пост. Сегодня хочу сообщить всем о важном решении, которое далось лично мне очень нелегко. Booking Machine перестает быть творческим объединением и теперь концентрируется исключительно на организации концертов, туров и фестивалей. Так сложилось, что у большинства артистов нашего ростера закончились контракты с БМ в начале этого года. И чтобы артисты смогли дальше развиваться, так как им комфортно, они приняли решение не продлевать с нами сотрудничество. Речь о Джимбо, Твете, Томасе и Марке. Со всеми парнями у нас остаются теплые и уважительные отношения. Просто пришло время двигаться дальше и идея творческо-концертного объединения, с которым я жил все это время, и ради которого придумал и осуществил очень сложный проект Booking Machine Festival. В данных реалиях не сработало и, видимо, уже не сработает. Вопреки распространенному мнению, что БМ как-то вливали-вливают на творчество артистов, хочу еще раз подчеркнуть, что все решения касательно своего музла артисты принимали сами. Мы могли лишь ассистировать парням в вопросах менеджмента и стратегического планирования. Сейчас вообще наблюдается общая тенденция и настроение в индустрии, когда артисты предпочитают создавать что-то новое, нежели чем быть частью какого-то объединения, пусть даже и близкого к им по духу. А на этом у нас все. Как вы думаете, виноваты ли лидеры объединений в том, что их тусовки распадаются? Пишите свои варианты в комментариях, нам будет интересно прочитать. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Все ссылки на мои социальные сети будут в описании под этим видео. Вы были на канале Убивай БПМ, меня зовут Дмитрий Толщенов, всем пока!